Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 пусть работает не возражаешь если я здесь присядут замечательно нет не возражают садись конечно не я буду озвучивать потому что она как бы ладно нужно отыгрывать какую то роль а если я не буду ее озвучивать как дел и получится что наш герой сам собой будет потом хентай наблюдать а это не хорошо как вы понимаете я съел сегодня смотри гречка ты любишь гречку аварийная курица я вообще курицу не люблю ну то есть не то что не люблю по дебильному говорит прям как я то есть но то есть не то чтобы или как кличко не знаю но кличко на самом то деле просто действительно не оратор и я не сильно оратор у меня бывает какие то фразы выскакивают умные иногда бывает нет как мысля сложится но хорошая мысля как известно приходит а после а поэтому не всегда она складывается так как я хочу ее выразить выражать свои мысли это настоящий талант те кто выражает свои мысли уже спутники в космос запускают ну те кто умеет выражать хорошо свои мысли она тут ну то есть не то что не люблю а длинную да кличко там что то подобное говорю о боже овощи овощи я не люблю но говорят девушкам они полезны для здоровья для всего самого нет может быть просто котлета или рамштекс ты любишь рамштекс ну если ты объяснишь мне что это я может быть отвечу но я думаю что наш чувак так и от он уж точно не любит рамштексы потому что он их никогда не ел он долбаный хикан который кроме как дошираком кстати доширак украинский аналог это мивина но потому что мивина у нас мивина продается еще какие то всякие другие вермишельки но мивина нормальная самая вкусная так вот или там пельмени или еще какое то говно которое быстро готовится впрочем я тоже это ем но я уже сейчас не часто ем потому что что я теперь почти и не только борщи жареную картошечку там рыбные палочки с яичницей и с гренками с плавленым сыром на них но это так между прочим но довольно вкусно еще от пионы и люблю конечно но на них денег нет и в принципе не имеет смысла то есть покупать именно дорогую еду если можно есть что нибудь подешевле но столь же нормальная питательная я не особо привередливый ну а офигеть рассказал то есть что за говно ты живешь это сущая правда сейчас он а не будет рассказывать о себе понятно но вот десерты знаешь мне здесь не очень нравится я мороженое люблю ты любишь мороженое особенно плампир 48 копеек ну и ленинградская тоже ой прости я все о себе а стой а если так подумать слушаться то действительно какая то ну навязчивая ну для меня это никогда не было проблемой на самом то деле конечно может что то быть подозрительным но я сужу так то есть если к тебе кто то навязывается то если ты его просто отошьешь то ты не узнаешь почему он тебе навязывается дело в том что есть две версии если к тебе кто то навязывается вот так вот надоедает то или он хочет тебе что то хорошее сделать то есть он в тебя влюблен или она в тебя влюблена или же наоборот то есть хочет зло какое то сделал но если ты просто отошьешь что ты не узнаешь вдруг бы у вас все получилось там знакомства вы бы были друзьями или наоборот то есть не наоборот а еще более глубокие отношения какие то то есть как бы всегда стоит попробовать это во первых а во вторых ну то есть здесь мы видим что здесь не такой случай просто потому что она похоже со всеми так болтает она просто слишком активная ну не слишком активная слишком активная это скорее серка а это просто не знаю слишком умная что ли слишком умная и слишком общительная а может и не слишком на самом то деле просто более активная чем остальные может ты больше с кем не любишь ужин в компании этой девочки начинал превращаться в пытку да какая нафиг пытка мне не надоело например я вот только три строчки текста прочитал но с другой стороны а вдруг их еще тут 20 поэтому я соглашусь с тобой ну чисто из-за того что мне приходится ее озвучивать а я по характеру такой человек что не могу просто так игнорировать собеседника а я могу вот реально я могу изнаривать хотя ну на самом то деле я стараюсь этого не делать но на самом то деле на самом деле на самом деле это мой мое сова поразит на самом то деле ээээ и получается так что я могу как бы вскользь Ну, как бы не слушать основным ухом, не сосредотачиваться на том, что говорит кто-то рядом, а думать о чем-то своем. Это запросто, то есть я могу распараллеливать эти процессы. Она там что-то пусть болтает, а я себе буду думать о своем. Если что-то интересное скажет, я это смогу услышать, собственно, и с ней завести разговор. Даже ее. А что в ней такого плохого? Она что, плохой собеседник? Мороженка и все такое. Мы все же за одним столом сидим. Вот не понимаю, неужели это так ужасно другим людям, когда человек общительный. Тем более такой няшный человек. Знаешь, я однажды купила вафельный рожок, начала есть, а там внутри шуруп. Представляешь? Настоящий такой шуруп. И любовь, я честно говоря, в них не разбирать. Блин. Нет, ну это тема. Ну бывает, что. Это ж Советский Союз. Зачем ты вообще туда приехала, если ты болтов не ждала? Советский Союз это промышленная сверхдержава. Тут болты и кушают, и винтят их, и не знаю там что. Обогреваются болтами, и убивают болтами. Все делают болтами. И вообще вся жизнь предоставляет человеку в конце своего пути один большой болт. Мизерную какую-то пенсию и уважение школоты. Так, ну, что еще там? А, ну да, еще вы могли заметить, что я как раз таки тоже очень много говорю. Так что в этом мы с ней похожи. К сожалению, в реальной жизни я не встречал таких людей, как я. Вот реально не встречал. Нет, ну, конечно, есть ситуации, когда обычные люди, они, когда им не с кем говорить, то есть мы с ними дружимся и так далее. Но когда, например, коллектив собирается, то быть чрезмерно разговорчивым очень накладно для себя, скажем так. Ты можешь понизиться в социальной иерархии. Поэтому я научился сдерживать себя очень сильно. Отчасти за счет того, что вот выговариваюсь на видео. Шурупы, это которыми закручивают гайки, а болты, это такие, которые отверткой. Ну, опять же, в стиле меня. То есть, услышал, она как бы сама что-то сказала. Потом она услышала, что она сказала и решила уточнить. И сама вслух рассуждает. То есть, это как делаю я, проходя эту игру. Типа шурупы, которыми закручивают гайки, а болты, это которые отверткой. А вот это вот не похоже абсолютно на меня, потому что оно не имеет логики. Это то же самое, что сравнивать кубик и красный. То есть, кубик, это форма, а красный, это цвет. А здесь, при чем тут, шурупы связывает с гайками, а болты, это связывает с отвертками. Вообще-то... Шурупы. Стоп, шуруп, шуруп, шуруп. Что такое шуруп? Блин, я не помню, что такое шуруп. Это тоже что-то вроде болта, то ли саморез, не знаю. Но вообще-то, любые подобные вещи, они... Они закручиваются отверткой. А болт, это я знаю, что такое болт. Это не саморез, а именно такая нарезка заводская. То есть, там есть определенный шаг резьбы, и его этим закручивают гайкой. Так что, она сшибается. Шурупы, это как раз-таки саморезы. А болты, это которые, мы закручиваем... Которые с гайками, в общем. Вот так вот. И, в принципе, то есть, получается... Получается, получается, что же у нас получается? Что отвертка, на самом-то деле, относится к им обоим, и... Она неправильно говорит. Думаю, если бы проводился чемпионат по скоростному поеданию пищи, одно из призовых мест точно досталось бы мне. Долбоёб. Дайте мне этого пиздюка, который вот это вот сейчас мне пишет этот текст. Я пойму грозу точно дал. Ладно, я пойду, а тебе приятного аппетита. Именно так, приятно аппетита. Я встал и направился к выходу. Мику что-то пыталась сказать мне след, но её слова потерялись в шуме толпы, чересчур громко ужинающих пионеров. Любительница поговорить. Выйдя из столовой, я сел на ступеньки и решил подождать, пока переварится ужин. Долго будешь ждать. До следующего ужина. Точнее, до завтрака, скорее, будешь ждать. Я просто сидел и смотрел, как на лагерь опускается ночь. Здесь всё было таким живым днём. Громкий детский смех, весёлые крики, суета, беготня, шум и гам, спортивные игры и купание на пляже. Но с наступлением ночи... А, с наступлением темноты, совёнок резко преображался. Похоже на какой-то хоррор. Дневные звуки сменялись тишиной, которую лишь изредка нарушали сверчки и ночные птицы. Лагерь засыпал. Как и я, читая всю эту балду. Если честно, он мне больше пишет значительно, чем Мику, но при этом... Мне абсолютно неинтересно то, что он мне тут думает и пишет и так далее. У Мику мысли хотя бы забавные. Дебил. В каждой тени можно было узнать кого угодно. Привидение, лешего, просто дикое животное. Но никак не пионера. Всё это я понял ещё по вчерашней ночи. Местные жители строго следовали заведённому распорядку. Так, ага. Дневной лагерь во власти людей, ночной же скорее сил природы. И чёрт за природа тут. Что, медведи тут вокруг шастают или... Я не понял. Кто-то легонько похлопал меня по плечу. Кто же это был? Я обернулся. Музычка прикольная. Но это долбанный педик. Это был педик. Именно так. Пойдём в карты играть. Ты чё, я с педиками не играю. Хорошая, кстати, отмазка. Кто-нибудь подходит к вам, типа, из каких-нибудь, не знаю, друзей, знакомых. И типа, ну пойдём поиграем, а ты сразу ему говори. Я с педиками не играю. И если нос ваш останется цел, и фингал не появится, то значит, вы избавились от этого долбоёба. В карты? Да, я игру новую придумал. Интересную. И какую же? Ну, надо сначала карты найти, потом расскажу. Так ищи, в чём проблема? Они есть только у мамки, а она мне не даст. Ну, она тебе не даст, потому что ты педик. Ты ж женщин всё равно не любишь. Зачем тебе, чтобы она дала? А, или ты про карты. Ну, ладно. Почему? Ну, в прошлый раз... В прошлый раз ты уже наигрался, я так понял. Что стал педиком. На крыльцо вышли вожатая и солевая. Ну, в общем, мамка и солевая. Чё вы с этим педиком делаете? А ну, уйди, педик. Мы тут должны вместе с ними, с двумя разобраться. Они мне хотят груди показать. И остальное всё. Юпачки снимите, пожалуйста. Мамка. Мамка! А Семён как раз хотел вас карты попросить. Я вообще-то не хотел. Ну, он вообще-то не хотел. Неважно. Зачем? Мы игру новую придумали. Не мы, а ты. Вот понял, ты. Но он этого не сказал. Он это подумал. Что за игра? О, опять лицо катары. Будут карты, я покажу. Ох, не нравится мне эта идея. Да ты тупая. Какая разница, какая тебе идея. И всё такое. Но раз и Семён за то, наверное, ничего страшного. Да-да, наверное. Да я вообще-то... Нифига не придумал, да? Это всё педик этот долбанный, который меня подставил. Капец, какой ты убогий. Тебя даже долбанные педики подставляют. Хотя он тебя чуть ли не заманил в свой дебильный кружок. Поэтому... Ты такой дебил, что, я не знаю, Мику даже умнее тебя, наверное, будет. Хотя она девочка, и ей наоборот лучше быть глупой, потому что девочек любят глупыми. Ну, любят на одну ночь глупых. Ну, потому что... Обычно, как бы, если есть выбор жениться после этого, после ночей там, или просто проводить ночь до бесконечности, то есть очень большой соблазн не обострять отношения. Это довольно логично, я считаю. Логика это такая жестокая штука, но вы понимаете, что... Без логики может случиться ужасная вещь. И если все будут очень добрыми, то в конце концов появится кто-то злой, и не встретил в себе противостояния никакого. То есть, вот, например, все люди такие хорошие, они платят добром за зло и так далее. Все добрые, все глупые и так далее. И вот появляется какой-то чувак, который недобрый, он злой. Но они-то ко всем относятся по добру, то есть, и они к нему относятся с добротой. А он при этом им зло делает только. В итоге он получает преимущество. Он, например, подгаживает им, чтобы их на работу не брали. Он у них ворует деньги. Он их потом убивает или еще что-то делает. В конце концов, они все помрут, а он станет великим. Вот именно поэтому важно отвечать злым на зло и быть не глупым. Уметь обманывать или же пресекать обманы. Давайте я с ним скажу, принесу. Нет, я пойду один. Я выберу себе меченую колоду. Или с ней пойти. Но я не хочу с ней идти. Зачем мне? Я пойду один. Да я и один могу сходить. Ладно, возьмешь у меня в домике в ящике стола. Окей. Я направился к домику мамки. И зачем вообще согласился? Да блин, тебе что, трудно карты пойти взять? Вообще уже уволень. С другой стороны, какие у меня были еще варианты? Что? Ну, что здесь делать особо... А, в карты он зачем согласился играть? Это верно, но... Как бы, сюжет таков. Тут я выбрать не мог. Вот почему мы не можем выбрать, куда пойти? Ночью здесь делать особо нечего. А так, хоть развлекусь немного. Но в мозгу упорно крутилась мысль о том, что сейчас не самое лучшее время для развлечений. Хотя, с другой стороны, если здесь есть лагерь, пионеры, то это кому-то надо. Ну, логично, что надо. Да даже если и не надо, то самое логичное, ответы искать именно тут, а не в лесах или полях. Ну да. Водителя тут ищи, автобуса того. Может, это как раз и была Мику? Хотя я, по-моему, там ее видел. То есть, она не водитель, она просто довольно далеко там сидит. А в данный момент ответы собираются играть в карты. Они не все ответы, наверное. Может, и все. Не знаю. Я открыл дверь своим ключом и зашел. К моему удивлению, карты ящики стало не оказалось. В нем нашлось все, что угодно. Ножи, вилки, чашки, тарелки, клейкая лента, ножницы, пара садовых перчаток, моток веревки, несколько целлофановых пакетов, карандаш и пара сломанных ручек. Я это прочитал. Это просто невероятно. Я это прочитал, причем прочитал в первого раза правильно и четко. Довольно четенько. Но только не карты. Ну и замечательно. Может, в шкафу? А в шкафу там может быть, не знаю, плетка или латексный костюм, раба, специально для тебя, кепище. Этого жата, небось, любят быть госпожой всяких там эмо-пионеров задроченных. Там в основном была одежда мамки, но внимание мое привлек маленький ящичек с замочной скважиной. А ключ где? Я потянул, но он не открылся. Интересно, что она там прячет? У тебя же, блин, связка ключей! Почему ты ее не используешь? Взламывать его явно не лучшая идея. Тем более не факт, что карты там. Я уже собирался уходить и даже сделал несколько шагов, как в кармане что-то зазвенело. Неужели? Так мы... Да, там же были все ключи от лагеря. Офигеть. Вот это да. А я-то еще думал взять или не взять эти ключи. Ну я вообще-то думал бесплатно в столовку сходить. Ну давайте попробуем. Это были ключи, которые вчера забыла солевая. А что если попробовать подобрать ключ? Некоторое время я стоял в раздумьях, но потом уверенно подошел к шкафу и начал прикидывать, какой ключ может подойти к замку. Конечно, на успех особо рассчитывать не стоило, ведь с какой стати у солевой мог оказаться ключ от личного ящика этой мамки. А вообще-то она не говорила, что это ее ключи. Это ключи от всех, в общем-то, дверей, от всех замков лагеря. Поэтому логично, что там могло это оказаться. Но к моему удивлению замок приветливо повернулся несколько раз, я уже собирался потянуть на себя ручку, как вдруг сзади хлопнула дверь. Я подскочил на месте, резко развернулся, но в домике никого кроме меня не было. Наверное, ветер. Так открывай, я хочу узнать, что там. Я с опаской выглянул на улицу, но и там не оказалось ни единой живой души. Возможно, ничего страшного и не произошло, но мне все равно было не по себе. Странно. А как же ты что, не посмотрел? Вот. Продолжим. Мне нужно знать, что там в этом ящичке. После тщательного осмотра соседних кустов я все-таки решил закончить начатое. Уже приготовился узнать все страшные секреты вожатой. Может, там у нее трусики с кружевами? Солевая. Семен, что это тут так долго? Я ж не в туалет хожу. А, я, да. Какого хрена? Надо было не выходить и не смотреть никуда. Трясущимися руками я старался побыстрее закрыть ящик и вынуть ключ. Солевая подошла ближе. Ой, мои ключи, а я их обыскалась. Где ты? Где ты нашел их-то? Да вот, по дороге в кустах валялись.